Здравствуйте, уважаемые студенты! Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на открытии 4-го Пушкинского Всероссийского Молодежного Фестиваля Искусств «Студенческая Болдинская осень-2011», организатором которого является Нижегородский Государственный Технический Университет имени Ростислава Евгеньевича Алексеева при поддержке Министерства Культуры Нижегородской области и администрации Большеполдинского района. А наш концерт открыли студенты своим танцам, студенты наших нижегородских вузов, аплодисменты им и их полонезам. В творчестве Пушкина Болдинская осень занимает особое место. Здесь, на Нижегородской земле, им были созданы прекрасные произведения. И наш фестиваль не случайно называется «Болдинская осень». Уже по традиции в это время мы открываем новые таланты среди студенческой молодежи вузов нашего региона. В год 200-летнего юбилея Царско-сельского лицея фестиваль пройдет по дивизмам Пушкинских срок. Святому братству верен я и продлится с 3 по 8 октября. Что ж, пожелаем удачи и творческих успехов нашим конкурсантам. А сейчас хотелось бы пригласить на эту сцену людей, которые главным образом организовывали и стояли у истоков этого фестиваля. Председателя Оргкомитета, проректора по учебно-воспитательной работе НГТУ Могутного Виктора Петровича. И заместителя главы администрации Большеболдинского района Честного Александра Сергеевича. Виктор Петрович, Вам слово. Добрый вечер, Политех. Добрый вечер, участники и гости нашего фестиваля. Очень приятно, что традиция в нашем вузе, уже четвертый год, в нашем фестивале уже принимает участие студенты других вузов нашего региона. Заочно, не заочно, к нам приедет большая группа из Мурома, из университета, читает свои стихи. Поэтому традиции живут. И очень приятно, что традиции нашего фестиваля, они посвящены всегда какой-то дате, связанной с Пушкиным. 200 лет царско-сельскому лицею, в котором учился Пушкин. Девиз уже, ребята, сказали. И очень важно, что вот в студенческие годы, когда учился Пушкин, он был верен студенческому братству. Он был верен дружбе студенческого, студенческой среде. Я думаю, это хороший пример для сегодняшней студенческой молодежи. Хранить верность дружбе, верность любви. И у нас очень много конкурсов в нашем фестивале, которым это будут посвящены. Очень важно, чтобы сегодня, вот во время нашего фестиваля, и мы, наверное, пожелаем, чтобы родились у нас новые поэты, новые таланты, новые вокалисты, художники. И как Александр Мич сказал, что просто талантливые ребята. У нас очень много талантливых ребят. И вот одна из благородных миссий нашего фестиваля, чтобы вы, ребята, могли духовно обогащаться во время этих фестивалей, творчески расти, потому что это вам, безусловно, пригодится в дальнейшей работе, когда вы будете руководителями предприятия, учеными, будете преподавателями, будете крупными предпринимателями. И вот это духовное обогащение для нас очень важно. И помните, что в нашем техническом университете физики тоже лирики, потому что это особенность нашего технического вуза. Мы благодарны ребятам, которые из других вузов принимают. Сегодня трудно нам представить без театра драмы в Негольково наш фестиваль. Трудно представить без консерватории, потому что они всегда рядом с нами. И, конечно, мы очень благодарны Александру Сергеевичу, это один из идейных наших товарищей, который подал эту идею, воплотил эту идею. И мы благодарны администрации Болдинского района за такую хорошую возможность участия в этом фестивале, потому что без поддержки села Большого Болдина администрации очень трудно провести Пушкинский фестиваль. 8 числа мы едем традиционно на Болдинскую землю, приглашаем всех участников, желающих. Кто еще не был у Болдина, мы 8 числа. Конечно, безусловно, на ибреме вы видите там ибрему Лукоила, мы выиграли грант по проведению вот такого конкурса. Поэтому всем большое спасибо. Мы еще раз с вами доказывали, что при тех, когда берется за хорошие, добрые дела, он делает от души и делает для молодежи. Спасибо всем организаторам и участникам за участие в фестивале. И, конечно, я не могу слово не предоставить Александру Сергеевичу. Это мой друг, так сказать, и я очень благодарен вот Александру Сергеевичу, поскольку я вам открою маленькие секреты. Александр Сергеевич написал много-много сборников, стихов своих. У него целые изданные... Чувствуете, в Болдине Александра Сергеевича все поэты. Поэтому это настоящий поэт болдинский, и у него много томников издано, стихов про лирику, про любовь, про Болдина, про молодежь и про нашу жизнь. Поэтому слово вот Александру Сергеевичу, заместителю главы администрации Болдинского района, и хорошему человеку, и поэту. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте, что-таки от этого Александра Сергеевича мягко перейдем к тому, который более этого достойный. Я позволю себе от имени Болдина и Болдинсу передать вам горячий привет и заверить, что восьмого мы вас ждем. Только что на Болдинской земле завершились два для нас знаковых мероприятия. Это международная конференция Болдинских чтений, которую ежегодно собирают на Болдинской земле ученых, мушкинистов. И тоже международный фестиваль средств массовой информации «Живое слово». Мы искренне верим в Болдинник, что и студенческая Болдинская осень обретет этот статус международный, обязательный. Все, что происходит под знаком Болдинской осени, все обречено на успех. Но каждый успех имеется в виде составляющей для успеха студенческой Болдинской осени. Это, конечно, энергия его организаторов. Это помощь бескорыстная тех людей и структур, для которых понятие отчизна, поэзия, пушкин святое. И, конечно, то, что в молодежной среде есть вот такие люди, это та самая категория, которую собирает студенческая Болдинская осень, которая вселяет в нас оптимизм и веру в то, что поколения, которые придут нам на смену, сделают больше, лучше. Я еще раз приглашаю вас всех на Болдинскую землю и позволь себе от имени Болдин и Болдинсов сделать вот такой презент Виктору Петровичу. Это книга «Сила в мудрости и в то же время напоминание Болдинской осени». А это туперо, которое он написал, много своих произведений. Одно из секретов. У нас есть такая традиция, подарок мы дарим организаторам уже в Болдинс. Спасибо. Спасибо. Спасибо за те отлые слова. Ну и как уже сказал Виктор Петрович, проект проведения нашего фестиваля участвовал в конкурсе социальных и культурных проектов в 2011 году в компании «Лукойл» на Нижегородской области. Экспертная комиссия выбрала наш проект одним из победителей для реализации и финансирования предприятием «Лукойл» «Волга нефтепродукт». Аплодисменты нашим спонсорам. Ну и как вы знаете, что фестиваль наш уже давно стал традиционным и проводится в четвертый раз. А сегодня в концерте открытия вы также традиционно сможете увидеть выступления лауреатов третьего фестиваля, а также артистов оперы Нижегородского государственного академического театра, оперы и балеты имени Пушкина. Аплодисменты наших участников. Ни для кого не секрет, что колыбелью юной поэзии Александра Сергеевича был лицей. Об этом неоднократно говорил сам Пушкин в своих стихах. И это, по-видимому, не поэтический вымысел, а исторический пак. Именно лицей в какой-то мере стимулировал литературные знания Александра Сергеевича. Итак, представьте поступление Александра Сергеевича Пушкина в царско-сельский лицей в наши дни. Здорово. Санек, привет. Привет. А ты все такой же. Ну, конечно, конечно, господа. Ну что, готовы ли вы? Да готовы, да только вот волнуюсь я очень. Да волнуйтесь, волнуйтесь. Конечно, вступительные экзамены это безумно серьезно. А слышали про Федора? А что с ним? Ну, говорят, не его матенька ректора, так он и без вступительных поступил. Да на его месте я поступил бы так же. И Серега с Димкой. А они-то что? Да один поступал в МЕД, а другой в ПЕД. А теперь в одной части служат. Господа, я все-таки безумно счастлив, что у нас в лицее в царско-сельском до сих пор экзамены, а не ЕГЭ. А то поговаривают, что 80% сдававших его господ дурни. А остальные 20 дурни с интуицией. Сан, а ты сам готов к экзаменам? Конечно, готов. Есть у меня пара черновиков. Родила царица в ночь, то ли сына Жоря дочь. Ну или еще вот вариант. Не дай бог никому увидеть конкурс русской красоты, бессмысленный и беспощадный. Ну что ж ты, Саш, ты же с этим не поступишь. Говори унять, молодой господин. Ты же с этим не поступишь, Саша. Конечно, поступлю. А как вам стих, который давить, я прислал вам в СМС? Да и с ним тоже. С чего бы это? Да ты сам почитай. Так, Саша Пушкин. Я помню дучное мгновение, передо мной явилась ты, Как лимометное видение, как гений тощий с ограды. Проклятый ты, девять. То ли делал раньше, господа, свеча, перо, и слова становились вечными. Пойдемте готовиться к экзаменам. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш фестиваль тоже дарит вдохновение его молодым участникам. В программе фестиваля конкурсы вокалистов, фотохудожников. Кстати, фотоработы вы уже можете видеть на стенах нашего большого актового зала. Уже выставка работает. Также видеорежиссеров, сочинений, поэтов и, конечно, конкурс чтецов. Одним из лауреатов прошлого фестиваля стала студентка Института промышленных технологий и машиностроения Базанова Наталья. Сейчас для вас просвучит в ее исполнении отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Граф Нулин». Аплодисменты, друзья. А что же делает супруга одна? Подсутствие супруга. Занятий мало есть и не умеет. Грибы санить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, ванвар или погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша... Ах, я забыла ей имя дать. Муж просто звал ее Наташей. Но мы, мы будем называть Наталью Павловну. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. За тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у мигрантки Фаль была. Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа. Любовь и Лиза, и Армана, и переписка двух семей. Роман классический, старинный, отмена длинный, 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 нравоучительный и чинный. Без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала. Но после как-то увлеклась перед окном возникшей дракой. Козла с дворовой собакой. И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Между тем печально под окном индейки с криком выступали во свет за мокрым пятуком. Три утки полоскались с лужи. Шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в уши печальные друзья, тот верно знает сам, как сильно. Колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый товарищ юности удалый? Уж не она ли? Боже мой, вот ближе, ближе сердце бьется, но... Мимо, мимо звук несется слабее, скрылся за горой. Наталья вална к балкону бежит, обрадована звону, глядит и видит. За рекой в мельнице коляска скачет. Вот на мосту к нам, точно! Нет, поворотила влево. Вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг... О, радость! Коса гор. Коляска на бок. Филька, Васька, кто там скорее? Вон там коляска, сейчас везти ее на двор. И барина просить обедать. Да жив ли он, беги проведай, скорее, скорее! Слука пиши, Наталья вална спешит, Бить пышной лампой, шаль накинуть, Содернуть савис, стул пригревать и ждет. Но скоро ли, мой творец? Вот, едут, едут, наконец! АПЛОДИСМЕНТЫ